Огорчающе. Но, тем не менее, эмоции не сдерживал вчера в кинотеатре «Октябрь» никто. Многие плакали несколько раз, потому что Наталья Синдеева пережила несколько личных кризисов, в том числе и, как вы знаете, онкологическое заболевание. Справилась со всем и продолжает идти дальше. А все потому, что живет в ритме танца и в ритме танго. Именно вот эти вот простые движения, танцевальные движения, без которого дождь бы не существовал, помогают сохранять и канал на своих позициях. И это, собственно говоря, именно благодаря этому танцу Натальи Синдеевой мы с вами сейчас совещаем, вы нас слушаете, и благодаря этому танцу сохраняется энергия. В общем, об этом танце и сняла кино Вера Кричевская. А я вчера поговорил с первыми зрителями фильма об их реакции, что они прочувствовали во время просмотра. Как будто бы я смотрел фильм про свою жизнь, а не про вашу. То есть, как бы, ну, здесь, то есть у меня были 90-е без дождя, а потом вот эти 2000-е, они были вместе с дождем. И вот точно такое же ощущение, какой-то с одной стороны личной победы, а с другой стороны какого-то общего поражения. И вот то, что и себя сохранили. То есть, в общем, я как будто бы я был сотрудником дождя. Я считаю, это будет международно интересно, потому что это с перспективы западная, но как страна. Я считаю, это будет ключевая, но как фильм на будущее, понять, что происходит в политической жизни России. И нарратив Наташи Сындеева, конечно, великолепный. Наташа уже известна в Германии, она получила Media Press Award в подставке М100. Поэтому я считаю, это будет международный саксис. Как это? Про семью. Про семью. Хотелось бы войти в эту семью? Ты знаешь, зависть нам. Я понял теперь, чем вы, как вы бодро прожили эти 10 лет. Слушай, это очень трогательно. И на самом деле и Наташа по-другому раскрылась. Я только недавно с ней очень близко познакомился, поэтому не знал всех этих перипетий, наверное, в деталях. Я завидую. Я Наташу увидел ровно такой, как я ее себе и представлял. Такой очень открытый и крутой. И вот эта история про то, как человек... А это, в общем, про нее, конечно, фильм. И, в общем, история Дождя. Это во многом история Натальи Сындеевой. И эта история про то, как человек попал, знаешь, в историю с новостной журналистикой, которая его засосала в себя, как, знаешь, шестеренки, втянула туда, и все из этого невозможно. Мы это прекрасно знаем. Из этого невозможно выйти. А Наташа этого не знала. И это прикольно. Привет. И это прям очень прикольно. Ну, оптимистично. Я с Верой не согласен в ее. Я Веру тоже узнавал в этом фильме. Потому что Вера, конечно, вот она вот про то, что все мы умрем. Это вот Вера Кричевская. Мне, я не согласен с этим посылом. Чем дальше, тем веселее, как бы, все это превращается в какой-то такой, в целом, ну, конечно, мрачный в том смысле, что люди умирают. Но, в целом, все это такой довольно веселый фарс в конечном итоге. Очень болезненные ощущения от этого искреннего фильма. Потому что работают на канале замечательные ребята, которые посвящают этому свою жизнь, свою душу. Они искренне, и они хотят только добра нашей стране. Это самое главное. Это желание, чтобы мир был наш счастливым. Вот мое главное впечатление. Вы с нами прожили все это время. Как вы сейчас на это посмотрели со стороны? Я хочу, чтобы дождь жил, и чтобы все ребята работали лучше и лучше. Мне кажется, я веселье проревела, потому что, ну, я девочка, меня дико вдохновляют все женские истории. И, конечно, Наташа для меня всегда был примером, а когда ты это смотришь, как это было. У меня такое ощущение, ну, я была по другую сторону. И все время вас смотрю как зритель, а тут как будто... с вами поработала в редакции. Оптимистично все-таки? Вы знаете, да. Но я ухожу отсюда с огромным чувством, что я справлюсь со всеми трудностями, если как бы ребята справляют все, я сейчас опять разревусь. Вы крутые. Ты как бы в этом фильме проживаешь 11 лет. Очень больных, очень тяжелых. Очень безнадежных. И при этом вот эта тема Наташиного танца, это очень здорово Вера показала. Понимаете, что вот... А вот сейчас будет танго с выкрутасами. И она вот эту самую власть... Дальше я пропущу, ладно? Сильдеева герой. Настоящий герой в классическом понимании этого слова. Киногерой. Нет, человек, который... Этот герой делает эту документальную картину. И еще деликатность и смелость режиссера Кричевского. Вообще вам повезло, ребята. Я не ожидал. Я ожидал скучать на сильно растянутом рекламном релизе. Это история. Это хорошо сделанная история. А поскольку историю кто-то должен выслушать, то она выстроена очень хорошо. И то, что она выстроена вокруг танцующей женщины. А потом, когда это становится судьбой, становится жизнью, и то, что сквозь это проходит танец Натальи в разных видах, это прекрасно. Ну, конечно, Вера не могла простить Медведеву то, что из-за него она ушла, и поэтому она не упомянула. Того, что стоило ему президентство. То, что он сказал, что дождь никогда не лизал. Она сознательно это убрала. С моей точки зрения, это была ее маленькая женская месть. Я не могу сказать, что это история про меня. Но я была внутри событий отчасти, периодически. Я помнила, как дождь вещал из квартиры Наташи. Я была в эфире в этой квартире. И поэтому я не могу абстрактно говорить об этих событиях. Ну, Вера Кричевская сняла удивительный фильм через человека, которому вначале, в общем, не очень было понятно, кто в стране занимается политикой. Она была далека от этого. И вот то, через что она прошла. И главное, мне кажется, вот этот фильм укладывается в формулу. Она не изменила себе. Этот фильм о людях, не изменивших себе. Это сколько-то лет моей жизни, которые я еще раз посмотрел со стороны. Да, все примерно так и было. С оптимизмом? Все примерно так и было. Посмотрел? Да, по-моему, очень оптимистичный фильм. По-моему, он стойко оптимистичный. Только оптимистичный? Стойко. Не только, а стойко. Я задала себе в конце этот вопрос про такой грубый финал с плюсом или с минусом? Финал с минусом. Минусом? Для меня да. Вот сейчас, к сожалению, да. Опять-таки, может это зависит от моего сейчас настроения. Или от того, что до 2036 года там может быть. Ну, как бы непонятно пока мне. Но вот, знаешь, знаешь что? Может быть, минус, но светлый. Знаешь, такая светлая грусть. Вот так вот. Здравствуй, грусть. Да. Что, режиссеры и герои все довольны? Ну, это невозможно ответить на этот вопрос. Я не ожидала своей такой реакции. Я не представляла, что... То есть, ты не знаешь, как себя вести, когда тебе строят условно памятник. Тебе, тому, что ты делаешь. Это... Ты себя так не чувствуешь. Понимаешь? Ты не чувствуешь себя героем. Ты не чувствуешь себя... Ну, то есть, ты понимаешь, что ты молодец где-то и так далее. Но ты не ощущаешь себя так, как героиня этого кино. И от этого ужасно неловко. Но при этом, ты понимаешь, это такая опять у меня вера и сила в то, что, блин, мы все правильно делаем. Какие все прекрасные. И продолжим? Да, нет, ну я же все, я же последний год. Танцуем дальше. Танцуем дальше, да. Супер, спасибо. Най.